Студия 89,9. Концертный зал. Люда к нам пришла, и мы счастливы, дорогие друзья, в концертном зале телерадиоканала Страна ФМ Людмила Соколова. Спасибо тебе, Людочка, еще раз за этот чудесный клип, который мы посмотрели. Скажи, вероятно ли, что ты нам еще какие-нибудь такие неожиданные сюрпризы преподнесешь? Я вообще по этой песне еще хотела три слова. Давай, скажи. Почему я выбрала именно эту песню Люда с именем Люда? Потому что часто меня назвали Любой и Олей, и Светлана Соколова на сцене. И каких только имен мне не давали. А Орлова они называли? Потому что Любовь Орлова с Ассоциацией, а Светка Соколова день рождения у меня и Светы. Розовые розовые. И представляли по-разному. Я была Ольгой, Ириной, и вот помню, как сейчас. Специально взяла эту песню, помимо того, что она мне нравилась очень. Вы уже выучили, как тебя зовут? Уже да. Наконец-то. А еще у меня появилось много новых песен, вот раз вопрос уже был. Вот сейчас будет такая более драматическая песня, более серьезная такая, в отличие от Люды хочет войти. Я уже говорила, что это эксперимент для меня. Мне хотелось что-то такое в юмористическом жанре исполнить. Ну и Пугачева тебе тоже говорила, что, собственно... Да, она говорила, что ты что-нибудь веселенькое. Ну пошали уже, пошали, Люда, пошали. Ну а сейчас хочется, конечно, спеть не что-нибудь веселенькое, а что-то такое, где разрывается душа. Я знаю, мне пишут многие, когда говорят, вы не могли бы сказать, как вот вы преодолеваете трудности, когда вы расстаетесь с любимым или расставались с любимым человеком. И я все пишу, я людям отвечаю. И вы знаете, вот песня «Сердце как стекло» — это именно та песня, в которой целая история любви. Кто автор этой песни? Автор, в общем, тезка моего папы. Зовут его Александр Соколов, живет он в Казахстане. Случайно я нашла этого автора. Мне сделали рассылки, я посмотрела, сразу же кликнула на эту песню, на это предложение, и выбрала эту песню сразу. Я перезвонила, сказала, что песню я забираю, вот, потому что, ну, я не знаю, в ней что-то есть такое волшебное. Кстати, где бы я ее не исполняла, всегда такая реакция очень неоднозначная, потому что люди подпевают, людям нравится, зрители, слушатели, они ее просто уже себе в телефоны записывают, я знаю таких многих названок. Вы сейчас ее услышали? Да, называется она «Сердце как стекло». Потрясающе. Людмила Соколова, концертный зал. Свет неоновый в лужах, разбиваю шагами. Ты мне больше не нужен, пустота между нами. Далеко или близко, никогда или снова. Я сотру перед песком, ради каждого слова. Сердце как стекло. Разбилась, не было любви, это нам приснилось. Нету больше слез и боли. Нету больше нас с тобою. Эти пары в кафешках так на нас не похожи. Мы любили без спешки, да мураши похожи. Мы мечтали о многом и без крыльев летали. А потом понемногу это все растеряли. Сердце как стекло. Сердце как стекло. Разбилась, не было любви, это нам приснилось. Нету больше слез и боли. Нету больше нас с тобою. Сердце как стекло. Сердце как стекло. Разбилась, не было любви, это нам приснилось. Нету больше слез и боли. Нету больше нас. Сердце как стекло. Сердце как стекло. Разбилась, не было любви, это нам приснилось. Нету больше слез и боли. Нету больше нас с тобою. И даже встала. Браво. Спасибо. Биз. Ну эту песню надо записывать, Люда, обязательно. Песню очень красиво, правда. Записывать студийную запись, делать клип какой-то. Это действительно. Клип не знаю, мы уже ее просто выпускали. Ну мы сами тогда сделаем. Хорошо. Клип, да, главное надо ее обязательно. Все больше и больше массы народу, да. Мы продолжаем, дорогие друзья. И хотелось бы спросить про агентство талантов. Хорошего вопроса. Как оно поживает, Людмила Соколова? Оно поживает, оно строится, ремонтируется. И еще пока не к концу, но я думаю, что у нас там были сроки где-то декабрь, конец, январь. Ну вот попробуем все-таки в эти сроки уложиться. Потому что глобальный очень такой ремонт. И он и средства какие-то берет на себя, и время, конечно же, естественно. Поэтому мы все готовимся. Там уже огромная команда организовалась, потому что там будет и музыкальная студия, и все на свете. И хореографическая, наверное. Да, и можно будет даже мини-концерты устраивать такие. А вообще очень хочется уже с детишками просто позаниматься. Очень. Именно с детишками, а как же молодежь, а более взрослые? И молодежь, и взрослые. Но просто я, как все-таки мамочка, и я очень люблю возиться с детьми. У меня дети уже выросли. И, конечно, иногда хочется посюсюкать. А потом, вы знаете, я вам рассказывала еще тогда на эфире, что у меня есть девочка, которой я очень горжусь. И мы же начинали с ранних лет еще заниматься. И, конечно, Рагда, эта певица сейчас очень большая, очень известная певица. Ее уже берут в эфиры и на радиостанции приглашают. И она уже в концертных залах громадных поет со звездами с крупными, и с Меладзе, и с Олей Кормухиной. Для меня это гордость вообще. И, конечно, я, когда вот детишек ращу, вот на своих руках несу, для меня, конечно, это все. Ты уже детишек набрала уже или можно привезти? Можно приводить, можно писать. Так, куда написать? Я всегда отвечаю сама. Меня можно найти в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграм, в Директ написать. Присылать мне все, что угодно. Любые песни, демонстрационные записи. Можно просто видео на телефон. Все что угодно. Не у всех есть возможность где-то записывать. Мне кажется, чем даже меньше возможности, тем лучше. Потому что, когда человек показывает реальные свои возможности, а не записанные на студии, это даже лучше. Это творческая студия, получается. Конечно, конечно. Но, в любом случае, я без этого не могу. Потому что мне нужно, чтобы все вертелось, крутилось, чтобы я тоже в этом крутилась. Люда, ты когда занимаешься, особенно с детьми, ты помимо того, что научишь, как правильно звук извлекать и так далее, ты даешь ли какие-то такие жизненные человеческие советы. Это не простой путь для начала. Это вообще психология. Как и говорит мой супруг, он потрясающий исполнитель, певец, музыкант, композитор. Когда вы к нам вместе придете споете? Как-нибудь придем, я думаю. Потом, конечно, у него своего музыкального материала очень много красивейшего, абсолютно фирменного. И вот он говорит, что научить петь нельзя. И он прав, можно только научиться. Можно объяснить какие-то азы, показать какие-то упражнения. Но что касается психологии пения, это на самом деле непросто. Если человек не настроен, если он думает, что все так просто, я сейчас выйду и спою, то это далеко не так. Потому что помимо звука, который нужно оттачивать, работоспособности колоссальные, которые нужно в себе как-то найти в своих резервах, помимо всего этого, еще нужно обращать внимание на то, что это психология. Потому что выйти на сцену абсолютно непросто. Нужно знать, что ты даешь, что ты показываешь, что ты несешь людям. Как Алла Борисовна, опять же, всегда я привожу пример. А ведь еще нужно быть готовым к взлетам и падениям. Конечно. Потому что же розовые очки, они сразу же слетают, как только выходишь на сцену. И меня часто, кстати, приглашают поговорить с людьми, нисколько даже спеть, сколько поговорить и настроить их на вот этот лад. Потому что бывает, что ребенок очень талантливый, ну просто невозможно, а боится страшно выйти на сцену. И вот чтобы ему это объяснить, что он должен сделать для того, чтобы выйти, потому что существует масса упражнений специальных, чтобы этот страх из себя убрать, чтобы с ним побороться. Ну об этом, обо всем мы будем рассказывать, конечно, в этом творческом центре. Мы будем следить за твоим творческим центром в интернете. Ну и, дорогие друзья, если вам интересно, если вы чувствуете, что вы или ваш ребенок без творчества не мыслит в свое существование, то обращайтесь к Людмиле Скаловой. А сейчас мы очень-очень ждем от Льна Скаловой песню. Ой, какая красивая песня сейчас прозвучит. Песня называется «Мечты». Исполняет ее в оригинале Александр Иванов. У нас в эфире очень часто звучит песня. Я обожаю эту песню. Она сейчас прозвучит в концертном варианте. Я исполняла в Доме музыки ее несколько лет назад, именно в этом варианте с живым исполнением с группой. И эту песню написал музыку. Надо сказать, говори! Мой муж Владимир Ковалев, который также написал Батору Шукену половина альбома. Песню «Ревнивая твои шаги». Он тоже автор музыки к этим песням. И слова написал сильно нами всеми любимый, нам родной очень человек Герман Витки, который написал несколько альбомов Леониду Агутину и многим-многим другим. Вот песня «Мечты». Исполняю ее, посмотрим. Мне очень хочется послушать. Исполня «Мечты». 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 И с года в год так и идёт, всё происходит наоборот. Крылья у нас за спиной так и не вырастают. И город в дымах, и эта зима, нас до весны сводит с ума. Люди, как ангелы, здесь наяву не летают. А мне холодной зимой мерещится жаркое лето. Зелень травы, что поёт под весёлым дождём. Ангел ты мой, мы с тобой налетим до рассвета. Сбудется всё, загадай и очи закрой. А вечером чай, и не взначай, день отойдёт и скажет прощай. Небо пошлёт для сугроба пресную манну. И нету любви, и не говори, если хоть что-то здесь и горит. Так это сбор прошлогодней лекарственной валерьяны. А мне холодной зимой мерещится жаркое лето. Зелень травы, что поёт под весёлым дождём. Ангел ты мой, мы с тобой налетим до рассвета. Сбудется всё, загадай и очи закрой. И вот здесь я всегда говорю, Всё точно сбудется, только нужно верить. Верить обязательно. И с годом в год так и идёт. Всё происходит наоборот. Крылья у нас за спиной так и не вырастают И город в дымах, и эта зима Нас до весны сводит с ума Люди, как ангелы, здесь наяву не летают А мне холодно зимой, перещится жаркое лето Зелень травы, что поет под веселым дождем Ангел ты мой, мы с тобой долетим до рассвета Сбудется все, загадай и очи закрой Ангел ты мой, мы с тобой долетим до рассвета Сбудется все, загадай и очи закрой Сбудется все, загадай и очи закрой Ангел ты мой, мы с тобой долетим до рассвета Сбудется все, загадай Браво! Прекрасно! Спасибо тебе огромное! Это просто невероятно! Браво авторам на самом деле! Авторам, конечно, нижайший поклон! Спасибо! И спасибо огромное! Спасибо, ну, мне кажется, тебе тоже надо записать обязательно И вот так вот пустить себе народ Постараюсь! Насколько я помню, Людмила Соколова нам говорила, что дуэт будет у нее с Александром Ивановым осенью Мы, скорее всего, только еще будем с ним встречаться, это обсуждать Потому что мы уже разговаривали о том, что будет обязательно дуэт Просто нам нужно выбрать музыку А что касается лета, вы же сами понимаете, что лето сложный период Как выбрать музыку? Надо, чтобы твой супруг написал У Александра есть еще песни, которые он хотел мне предложить спеть Он понимает, что у нас где-то что-то похоже, мы пересекаемся в поп-рок Любви к поп-року, скажем Поэтому, конечно же, думаю, что он мне тоже что-то очень интересное покажет Саша, покажи, пожалуйста, знаешь, что ты слушаешь, смотришь Странный ФМ Соколова ждет! Людочка, у тебя прямо вот на днях состоялась премьера Замечательный, потрясающий клип, который уже и в нашем эфире На песне «Останься» И эта песня имеет такого четкого адресата Да, у себя этот клип И ты у себя откровенно так красиво написала Что целиком и полностью посвящаешься своему любимому папе Да, это правда Расскажи про эту новую работу свою Это правда Просто я всегда говорила много-много слов и в интервью, и везде Что вот у меня любимый папочка, который меня воспитал В общем, подарил мне вот эту любовь к музыке и прививал мне эту любовь очень много-много лет Потом, в общем, благодаря ему все, что я знаю, все, что я слушала, это все благодаря моему папе Все, что связано с музыкой Он делал гитары, он учил меня играть на гитаре, он дал меня музыкальную школу Об этом можно долго рассказывать, но я никогда не делала ему посвящение Мне хотелось именно в этом году сделать в памяти моего папы песню, снять клип И вообще, вот даже когда я была в проекте «Три аккорда», песня «Коня привередливая» тоже посвящалась моему папе Я называю это год вообще 2017 Это год моего папы Ну, для меня лично, как для музыканта и его дочери непосредственной Потому что я у них одна И они, конечно, в меня верят и надеются на меня Папа уже вот всем, чем может, сверху помогает Мамочка здесь, дай бог, ей здоровье на земле Она тоже хочет, чтобы у меня все сложилось, как надо В общем, эта песня, это какой-то такой для меня тоже некая дань Огромное спасибо, низкий поклон и благодарность моему отцу за то, что он у меня есть Во всяком случае, в моей памяти он будет всегда Она у тебя появилась, эта песня, откуда? Благодаря кому? Кто вам? Эту песню мне предложили из Украины, из Киева Ислам Рахимжанов написал слова Он живет в Казахстане И Владимир Курто написал музыку Снял Семен Горов Очень известный всем режиссер Очень известный на всю нашу страну В Киеве мы снимали И хотел сказать буквально три слова о девочке, которая снималась там Девочка абсолютная копия меня Марго Крупина-Бенковская Непростая такая фамилия у нее Маленькую девочку мы искали долго, делали кастинг Отсылали мои фотографии из детства Хотя у меня их немного Ну так вот, все что могли А цель была именно, чтобы максимально похоже на тебя Да, она была очень похожа И вернее вот в этом клипе она очень похожа на меня Маленькую И мне хотелось, чтобы вот как-то близко Близко к тому времени Конечно, все-таки диктуют правила определенные форматы И все, что мне хотелось снять в этом клипе Не совсем удалось Потому что я хотела снять реально свою жизнь Бедную жизнь в деревне С воспитанием бабушки и дедушки Но вот не получилось Меня уговорили все-таки снять С художественным элементом Да, да, более фильмовую такую историю Но все равно все, что там происходит Для меня очень родное Абсолютно все, что там происходит Это мое детство Людочка, мы тогда сейчас с огромным удовольствием Еще раз посмотрим этот клип А кто-то может быть сейчас выйдет впервые Потому что клип это всего лишь три дня Да, как раз сегодня Или даже два, три Да, 4 сентября у папы был день рождения Да, и мы поставили в YouTube В соцсети И у нас сразу он появился тоже в эфире Друзья